6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира. Этот праздник учредили в 2013 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Спорт является лучшим средством для закаливания характера. Его основные ценности, такие как честная игра, согласованность к команде и уважение к оппоненту, это универсальные качества, способные помочь всем нам в жизни. И сегодня у нас в гостях министр физической культуры и спорта Краснодарского края, олимпийская чемпионка Людмила Чернова. Здравствуйте, Людмила Александровна. Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы знаем, что буквально недавно вы вернулись из Москвы, где наш край призан самым спортивным регионом страны. Скажите, как отбирали лучших? За что наш Кубани присвоили такую высокую награду? Такой смотр-конкурс проводится давно, и мы уже в третий раз стали победителями. Поэтому это большой комплекс мероприятий, который включает в себя развитие массового спорта, строительство спортивных объектов, проведение мероприятий, подготовка спортивного резерва. 67 показателей, среди которых выбирается лучший. Вот сегодня мы поднялись на эту вершину очередной раз, и мы очень рады этому. Здорово. А вот как раз таки, что касается массового спорта, что делается у нас на Кубани, чтобы спортивных жителей стало больше в крае? Ну, во-первых, мы начали давно строить спортивные объекты, потому что, к сожалению, с давних времен этого строительства вообще не велось. Начали строить площадки спортивные, спортивные комплексы, и вот программа эта продолжается. Губернатор принял решение о усилении и выделении денег. Мы строим площадки универсальные с городками воркаута, гимнастическими, строим спортивные объекты. Сейчас это малобюджетные комплексы в сельских поселениях, и небольшие по стоимости, но очень доступные для того, чтобы был спорт все-таки более доступным сегодня. Вы знаете, вот когда стало известно, что я была с вами общаться, меня несколько людей попросило узнать. Сказали, спроси, пожалуйста, у министра спорта, какие у нас есть в крае спортивные школы, куда можно отдавать детей учиться спорту бесплатно? Ну, вот у нас, знаете, какая история такая, что нам при всем том, что мы хотим, все бесплатное, но все равно стараемся оплатить деньги. Поэтому это беда, наверное, и в школах, и в садиках, и в больницах. Желание получить хорошую услугу за деньги. Но вот сегодня детские спортивные школы и муниципальные, и краевые в основном работают все бесплатно. Они по-разному оказывают услуги, но тем не менее, перечень школ есть и в интернете, и в доступной среде. Поэтому, пожалуйста, родители пусть обращаются и знают, что у нас есть спорт сегодня бесплатный. Вот так вот, замечательная новость. Мы все, конечно же, с большим нетерпением ждем зимние Олимпиады 2018 года. И в связи с этим такой вопрос, кого отправит Кубани? Есть ли у нас надежда на победу? Ну, наверное, Олимпийские игры на самом деле высшая вершина, наверное, самая большая для спортсмена. Мы из года в год из Олимпиады к Олимпиаде повышали количество и качество наших спортсменов. Вот даже в Рио-де-Жанейро 21 спортсмен завоевал 6 медалей с учетом урезанного состава. Мы не поехали грибцами, легкоатлетами. Это большое достижение для края. Зимняя Олимпиада сейчас у нас такая, знаете, как пробная, наверное. Потому что у нас после Сочинской Олимпиады большой приток спортсменов в зимней секции. У нас активно занимаются фигурным катанием, хоккеем, керлингом, горными лыжами, бобслеем, скелетоном. Чем только уже не стали заниматься. Мы ожидаем, я думаю, что больше 20 спортсменов, которые примут и зимой участие от Кубани. Здорово. А вот вы назвали ряд видов спорта, которые у нас очень развитые. А есть ли какие-то малоразвитые направления, но на которые мы возлагаем, тем не менее, какие-то направления? Я назвала зимние виды, они не столь развитые, они сейчас популярны становятся. А вот насчет, конечно, развития, это не столь сильно развитые, они специфичные. Это саннобобслейная трасса, биатлонная трасса, она не для массового применения. Ну, горные лыжи, может быть, лыжи более доступны. Сегодня мы видим, какой огромной популярностью просто зимний туризм пользуется. Люди едут и выбирают сочинские склоны, Донбая, для того, чтобы покататься на лыжах просто. Я думаю, это новая, наверное, эпоха в развитии спорта. Мы-то когда-то были очень хорошей зимней державой. Теперь зимний спорт пришел и на Кубань. А традиционно развитые на Кубани, и это исторически все игровые виды. Футбол, в первую очередь, легкая атлетика, плавание, виды борьбы все. Поэтому это все мы держим в своей позиции. А вот скажите, пожалуйста, для тех родителей, кто хотел бы, чтобы ребенок стал спортсменом, вот с какого возраста стоит приглядываться к его способностям, с какого возраста начинать заниматься, ну и вообще какие-то наставления в этом отношении? Ну, я, наверное, могу сказать больше как мама, чем как министр, о том, что ребенком надо заниматься всегда, начиная с момента его рождения, ну и всю остальную жизнь. Наша задача найти те способности, которые у ребенка есть. Для этого в младшем возрасте его надо просто физически закаливать, оздоровлять, поискать то, что ему нравится самому. Потому что очень вредно, когда родители заставляют ребенка заниматься тем или иным видом спорта, ему это не нравится. Может быть, как, знаете, как я, меня родители учили играть там на пианино, а потом я не хотел, а потом понял, что это хорошо. Вот все-таки я считаю, что в спорте привести-то за руку можно, а вот заставить заниматься, наверное, нельзя. Должна душа лежать, должны быть способности хоть какие-нибудь. Такое количество видов спорта на Кубани, что каждый ребенок может себе найти занятие по душе. Даже так. Спасибо вам большое за интервью. А я напоминаю нашим зрителям, что это и другие интервью. Можете посмотреть на сайте kuban24.tv. Не приключайтесь!